Когда вы начали заниматься ножом? Сколько вам было лет? Я первый раз взяла нож в руки, когда мне было 14 лет. Почему вы выбрали для дальнейшей работы своей нож? Я не знаю, почему я решила профессионально заниматься ножовым боем, это потому что в то время в Пелетинах была война. Вы знаете, что была революция, и спальня там была, и у нас не было возможности использовать настоящие ножи. Вместо этого мы использовали реплики ножей, определенные палки. Но я считаю, что этот вид ножового бора должен выйти на более высокий уровень, где будет возможность использовать и настоящие ножи, и будет определенная техника и методика обучения. Скажите, пожалуйста, почему вы начали преподавать? Я начала преподавать, потому что это часть культуры. Что самое главное в работе с ножом? Я считаю, что должна быть определенная стандартная техника. Вот как, например, в других воинских искусствах, например, в сортовании, работа с мячом, есть вещи, которые интегрированы в обучение людей. Такие, я считаю, что и с ножом должны быть. Важна ли психологическая подготовка человека до того, как он начал заниматься ножевым боем? Ножи – это как и пистолет. Он может и победить человека, и может и защитить человека. Я считаю, что зрелость человека – очень важная вещь. То есть ребенку можно начинать давать какие-то знания, либо давать ему ножевую технику, когда он достигает определенного возраста и определенной зрелости, когда он может себя дисциплинировать в том числе. Существует ли логическая модель при работе с ножом? Я считаю, что нужна гармония между вообще человеком, между его пониманием и тем, что он делает. Потому что если нет вот этой гармонии, то возникнут определенные проблемы. Как вам кажется, почему на сегодняшний день появилось столько желающих преподавать ножевой бой? Потому что, во-первых, это определенная система самозащиты. Во-вторых, в этом мире человек может себя защитить таким способом. Плюс есть большая инфия кино, когда люди смотрят все их фильмы, и тоже кажется, приятно уметь так, как делают они. А существует ли какая-то методика подготовки человека при работе с ножом? Как вы понимаете, так как нож является очень опасным оружием, есть определенная, конечно, методика, и, ну, по ней, ну, типа шагово. Есть лево-первых, есть лево-второе, есть лево-второе, есть лево-третье. Могли бы вы рассказать нам, с чего начинаете вы обучение, и что является самым важным? Имеет ли разницу какая-то, с каким ножом работает, с кинжалом, с телетом, навахой? Ну, система современная, вот эта ARMY, как он называется, или HALY, то есть состоит в том, что есть определенные уже нефиксированные модули, по которым мы идем, то есть определенная система, она модернизирована. И есть разные виды, которые можно использовать по одной палке, либо с двумя палками, либо в одной руке как-то палка, в одной клинок, то есть они постоянно, ну, есть разные виды как можно. Чем отличается ваша система от многих других? В чем преимущество? В моей системе, как я уже сказала, можно использовать одну палку, можно тренироваться с двумя, можно делать комбинацию нож и палка. Дальше, если человек поднимается на другой уровень, используется так называемая система дума, где идут и нож, и палка. И дальше уже в высшем уровне, это когда человек не использует оружие. Есть высшем уровне, который называется one-on-one system или дума, это когда нет оружия в руках, причиняем, ничего не используется в руках, потому что палка или нож, это, вы же понимаете, это как удлинитель руки, а когда без ничего, то используют другие техники. А расскажите, пожалуйста, вот о других техниках, какие техники используете вы? Дума систем называется наземная боевая система, то есть когда на земле используют определенным способом руки, определенные захваты, переворачивания. В моду-мана системе используют, то есть она так и называется, ну, как на плечу, да, то есть это голые руки, и можно использовать разные удары, ну, вот такие рюковые удары. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, есть ли будущее у ножа в 21 веке? Да, я считаю, что у ножа есть будущее. Также есть, например, карабин, да, тоже оружие, которое тоже используется сейчас очень часто. Скажите, пожалуйста, а существует ли в вашей системе методика подготовки, то есть поэтапно могли бы вы рассказать, с чего вы начинаете, вот что лежит в основе? Да, то есть есть определенные шаги, когда человек проходит первый, второй, третий, четвертый уровень, и дальше высокий уровень, это когда он использует палки, нож, и дальше уже ману-мана, когда он не использует ничего, либо есть еще карамбит, когда используется, то есть все в будущем. На первом этапе человек может использовать, например, две палки, потом он учится делать определенные упражнения с этими двумоками, потом на следующем этапе ему можно даже одну палку и что-то, чем он может блокировать удары. Потом дальше есть, когда, например, в одной руке кинжал, что-то похожее на кинжал, либо на меч, и дальше идет система вот карамбит, я так понимаю, оружие, и дальше дурма, ману-мана. Что для вас нож? Я считаю, что нож – это очень важное оружие, очень важный инструмент, который позволяет человеку защитить себя. Что бы вы посоветовали начинающим людям, которые хотят заниматься ножевым боем? Я бы посоветовал людям, которые только начинают заниматься ножевым боем, пойти именно на какие-либо курсы и найти того человека, который умеет это преподавать, потому что нож – это опасное оружие, и нужно посещать определенные курсы. Существует ли у вас эталон «мастер ножевого боя»? Я никогда не слышал о таких великих мастерах, которые существовали бы в ножевом бою. Ну вот, в современной системе «Арнис» у нас есть определенные модули, определенные упражнения, где мы тренируемся. Могли бы вы подсказать, есть ли какие-то критерии, по которым нужно определить, человек является мастером, либо нет? Да, я считаю, что есть критерии. Тот человек, который умеет искусственно владеть оружием, который умеет правильно наносить удары, и который может объяснить вообще технику безопасности именно в работе с оружием. Подскажите, пожалуйста, готовите ли вы своих учеников психологически к работе с ножом? Да, конечно, я их готовлю психологически. Как вы видели, есть уже деревянные ножи, и я специально их использую, чтобы они не повредили себя на начале металла. Могли бы вы назвать некие элементы, которые важны в психологической подготовке? Я считаю, что важно, чтобы у человека были хорошие условия способностей. Важна ли дисциплина при работе с ножом? Да, дисциплина является очень важным компонентом, и очень важно научиться дисциплинировать не только себя, но и относиться с уважением к своему партнеру, компоненту. Могли бы вы рассказать три важные вещи в вашей системе? Я считаю, что важная часть моей системы – это первое – это работа с палками, второе – это работа с карамбит, третье – это работа с ножами, и еще, так как я уже говорил, что эти инструменты – это просто удлинение руки, и в случае, если у вас нет оружия, вы уже не сможете сделать это, и для этой системы она не нужна. А существуют ли в вашей системе традиции? Да, есть такие, но существуют традиции, потому что система Арнис, она происходит, но берет свое начало от кильбора системы, и есть такие оружия, как мачете, бордо, то есть они важны. В чем отличие работы с мачете, с бордо, с кинжалом? Огромной большой разницы нету, единственная разница только в размере самого клинка, то есть мачете, используя мачете, вы можете и наносить удары, вы можете и разрезать что-то, то же самое вы можете сделать с ножом, то есть вся разница только в размере клинка. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему происходит так, что люди занимаются 2-3 года ножевым боем в спортзале, а выходят на улицу, попадают в необычную ситуацию и убегают? Почему так? Лучше всего избежать, и по этой причине люди просто как бы убегают, потому что они не хотят вступать в физический поединок с человеком. А как долго вы занимаетесь вот преподаванием этой системы? Я думаю, что уже больше, чем 25 лет. Скажите, пожалуйста, чем отличается ваша система, например, от системы испанского ножевого боя или итальянского ножевого боя? Ну, главная разница очень фермерского ножевого боя от других систем, и почему я очень люблю эту систему, дело в том, что мы идем. сперва начинаем заниматься с инструментом и идем к тому, чтобы не использовать инструмент, оружие. А другие системы делают наоборот. То есть их конечная точка, они идут к тому, чтобы научиться чем-то, именно использовать орудия. И все равно надо отметить, что в физикинской системе очень много идет из традиций, из культуры. А существует ли тактика и стратегия в вашей системе? Да, есть определенные техники, например, блокирование, парирование определенных, захваты. Также я обучаю не только, как работать с ножом, меня обучают, как забирать у противника нож. Есть ли, да, какие-то секреты в вашей системе, которые бы вы хотели рассказать нам? Ну, секреты-то я не могу вам рассказать. Если вы хотите, вы можете с моей группой в Филиппинах тренироваться и узнаете. Ну, что бы я хотел сказать? Все люди, которые занимаются ножевым, храмбитом или другими какими-то системами, важно, чтобы человек уважал себя и уважал также своего оппонента в тренировке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!